Нарушение слуха, зрение координации. С такими проблемами в Украине живет около миллиона детей. Получение образования или развитие новых навыков им дается непросто. Результат требует чуть больше времени и усилий со стороны преподавателя. К сожалению, специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями совершенно не хватает, как и мест, в которых преподавателей можно обучать. Решить такую задачу помогают специальные центры, где специалисты могут научиться применять свои знания, работая с детьми. Такое заведение открыли на улице Ясиновского, 3А. Сотрудники ближайших инклюзивных центров образования смогут учиться и работать на новообустроенном учреждении. В распоряжении центра несколько игровых, спортивный зал и отдельные комнаты, оборудованные специальной техникой, где можно проверить зрение, слух и координацию ребенка. К сожалению, количество детей в подобных центрах только растет. Поэтому существует необходимость оборудовать в обычных школах классы для людей с особыми образовательными потребностями. С 2016 года число таких классов в Одесской области выросло от 78 до 1093. Помимо обустройства нового центра, в Одесской школе инклюзивного образования представителями обл. администрации была передана необходимая аппаратура, которая упростит процесс обучения не только учителю, но и самому ребенку. Мы создали тренинговый центр для поддержки инклюзивной обучения не для учения детей, а для учения именно тех работников, которые будут работать с детьми. А это работники инклюзивно-исследовательных центров, в которых у нас в области наибольшая количество в всей Украине – это 38. Даже если мы говорим о студентах, которые обучаются в университетах, они тоже должны иметь базу практики для того, чтобы применить и прийти готовыми специалистами и работать с детками с особыми образовательными потребностями. И очень важно, чтобы в каждой области был центр тренинговый, где можно в безопасной зоне, в безопасном пространстве получить не только теоретические знания, но и применить их на практике. Оксана уже много лет работает в благотворительной организации помощи детям с синдромом Дауна. О проблемах и потребностях солнечных детей знает не понаслышке. Женщина воспитывает 17-летнюю дочь. Рассказывает, что в процессе воспитания порой не хватает психологической поддержки, которую могли бы оказывать в подобных тренировочных центрах. Я вот как мама с таким ребенком, вы знаете, мне иногда нужна тоже такая вот помощь в плане, не то что там психологической, но чтобы кто-то поддержал, рассказал. Поэтому как дальше, допустим, потому что ребенок взрослеет, она уже становится девушкой. Иногда, я даже не знаю, бывают такие моменты, что я ей объясняю и воспитываю как обычного ребенка, но все равно бывают все-таки такие моменты, которые мне нужна помощь специалисту. В тренинговом центре для детей с особыми образовательными потребностями будут проводиться тренинги и семинары с участием самих воспитанников. Занятия планируют начать в ближайшее время. Конечно, с соблюдением всех карантинных норм. Татьяна Барумбей, Владимир Ивжис, Телеканал Репортер.